Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России подвергают настоящей травле сегодня, отказывают медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналоги с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. Безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. Спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи. Но против правды и справедливости она всё равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. Безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...